Масленичные гуляния отгремели в Ярославле. Главная масленица страны позади. Однако традиционное праздничное угощение блины актуально для нас круглый год. Именно поэтому они прекрасно отражают текущие ценообразования и инфляцию. В эфире программы личной финансы. Меня зовут Алена Стецок. Росстат ежемесячно рассчитывает инфляцию на основании стоимости потребительской корзины. Стоимость потребительской корзины каждый месяц разная. Это изменение и считается официальной инфляцией. В этот набор входит около 500 товаров и услуг, практически все, что может понадобиться обычному домохозяйству. Индекс блинов на Масленицу наравне с индексом Оливье на Новый год становится традиционным финансовым показателем в России. Насколько же изменилась цена на блины к этому году? Традиционное русское блюдо по сравнению с 2020 подорожало на 6,4%. Стоимость молока в регионе снизилась, поскольку его, как и мясо, в области производится много. А вот на муку возросла и значительно из-за увеличения цен на зерно. Подорожал и сахар. Хоть его для блинов нужно немного, на цене он сказался. В южных областях России был низкий урожай сахарной свеклы. В результате к началу 2021-го он заметно подорожал. Однако пустые блины мало кого интересуют. То ли дело с начинками и добавками. Мы узнали у ярославцев, какие их любимые. Скажите, пожалуйста, а какие блины у вас самые любимые? Ну какие вы больше любите? Классика. Классика? Ну классика это что, тоненькие или толстые блины? Тоненькие. Тоненькие? А начинка любимая какая? Мед. Блины? Блины. С сыром. С сыром? Да. То есть любимая начинка с сыром? С сулугуни. Заворачиваются с творогом, с медом, с икрой. А сладкие? Может быть мясо там или еще что-то? Варенье. Со сгущенкой, да. С сгущенкой? Только со сгущенкой? Не, можно и с джемом каким-нибудь. А скажу? Блины с яйцом. С яйцом? Да. То есть любимая начинка это яйцо? Да. А у тебя какая любимая начинка? Шоколад. Шоколад? А у тебя, наверное, шоколад и так любимый. Со сметаной и с сахаром. Со сметаной и с сахаром? Да. А варенье? Тоже. Индекс блинов рассчитали для Ярославской области, в том числе в зависимости от начинки. Для лакомства со сметаной он составил 4,7%, с творогом 5,6%. Цены на нежирный творог в Ярославской области за год почти не изменились. С джемом или вареньем 6,6%. Цены на них за год увеличились на 9,3%. Повлиял в первую очередь снова сахар. С мясом 4,6%. За год основной компонент фарш в нашем регионе подорожал всего на 1,8%. С красной рыбой 5,4%. Цены на рыбу лососевых пород за год подросли на 8%. В основном это связано с рекордно низким уловом в 2020. Предложение сократилось, а спрос почти нет. В итоге цены на красную рыбу росли быстрее, чем в начале 2020. Самое главное подорожание в блинах это мука. Мы знаем, что мука и на мировом рынке подняла стоимость, и у нас внутри страны подняла стоимость. На любой товар можно посчитать индекс, в том числе и на блины. И в зависимости от того, какие блины, естественно, рассчитывается индекс товара. Это наглядные пособия на сегодняшний день для простой хозяйки на кухне, для простого жителя города Ярославля. Как меняются цены, из чего складывается инфляция. Где-то что-то увеличивается, где-то что-то уменьшается, а в итоге получаются такие усредненные показатели. Главная масленица страны в Ярославле ежегодно привлекают много путешественников. В 2021 год не исключение. Масленичные гуляния собрали большой поток туристов. Для них тоже есть свой индекс. Специалисты подсчитали изменение стоимости набора туристического дня. В состав индекса туриста вошла стоимость проживания, питания, проезда и досуга путешественника. За год цена размещения в гостиницах Ярославской области снизилась. Стоимость номера в трехзвездочных отелях стала меньше на 5%, а в четырех и пятизвездочных упала почти на семь. Цены снижались, чтобы привлечь туристов, ведь в условиях ограничительных мер далеко не каждый решался на путешествия. По этой же причине цены на билеты в музеи и на выставки за год не изменились, а стоимость автобусной экскурсии возросла всего на 0,6%, хотя бензин после планового повышения акцизов подорожал. Посетителей кафе и ресторанов из-за пандемии тоже стало заметно меньше, поэтому цены выросли, но незначительно, на 1,3%. Нас посетило порядка четырех миллионов человек, а в 2019 году нас посетило порядка пяти миллионов человек. Из тех людей, которые посещали Ярославскую область, где-то порядка 500-600 тысяч, это те, кто останавливались в коллективных средствах размещения. Здесь можно сказать, что увеличилась продолжительность пребывания. Да, если раньше она составляла там одни сутки, то сейчас уже мы двигаемся к уровню двух суток пребывания на территории Ярославской области. Это значит, что в принципе инфраструктура туристическая, включая рестораны, гостиницы, музеи, в целом всю отрасль, она готова к приему гостей, и люди обеспечивают обратную связь, они остаются дольше на территории нашего региона. Чтобы понять, насколько изменились цены в совокупности, умножим компоненты в нашем наборе на годовое изменение их стоимости. Потом сложим, получим индекс туристического дня. В совокупности индекс туриста, проживающего в трехзвездочной гостинице в Ярославской области, стал на 0,7% меньше, чем годом ранее. А для отдыхающих в отелях 4 или 5 звезд стоимость туристического набора за год снизилась еще сильнее на 1,6%. Я надеюсь, что динамика положительная, что ухудшения ситуации не будет у нас в плане ограничительных каких-то мер, и люди будут чувствовать себя более комфортно и будут готовы путешествовать в районе как минимум Золотого кольца России, а также и дальше, потому что существует федеральная же программа, помогающая осуществлять эти поездки. Поток, вот он туристический, который сейчас мы видим, во всяком случае на сегодняшний день, он достаточно стабильный, и я надеюсь, что весна, начало лета будут тоже такими достаточно взрывными. Сейчас тенденция наблюдается следующее. Групповые туры, они все перенесены, начало их на апрель месяц только, да. Опять же, это связано с ограничениями. В то же время действительно появляются такие запросы от туристического рынка, как на небольшие группы. Там от 6 до не более, наверное, 20 человек. Растет количество, конечно же, индивидуальных туристов. Ну и люди активно сейчас, более активно стали приезжать с семьями. Причем семьи, это и по составу своему, не только папа, мама, там, и детишки, но зачастую это и родственники более старшие, там, бабушки, дедушки путешествуют с внуками, путешествуют со своими детьми. Высокая инфляция – это всегда плохо и для экономики, и для бизнеса, и для финансовых рынков, и, конечно, для жителей страны. Особенно сильно инфляция бьет по малообеспеченным гражданам. Предпринимателям становится невыгодно брать долгосрочные кредиты, невозможно планировать наперед, а ведь это важнейшие условия для роста инвестиций и экономики в целом. Лучший сценарий для экономики – стабильная невысокая инфляция, при которой покупательская способность денег сохраняется. Она позволит планировать бюджеты на долгий срок, копить, инвестировать, запускать новые бизнес-проекты. Возможность строить долгосрочные планы – залог развития экономики. Эксперты считают, что вблизи 4% в год – оптимальный уровень инфляции для России. Мы хорошо выглядим. У нас нет больших скачков ни вверх, ни вниз. Такие усредненные хорошие показатели. И экономика наша в области хорошо развивается. Во всяком случае, как нам представляются вопросы прошлого года, пандемии, они повлияли, конечно, в какой-то степени, но не настолько много, чтобы как-то вот резко ощутить снижение наших достатков. Какой прогноз на 2021 год вы можете дать? Сказать вот прямо, что она точно будет 4%, наверное, нельзя, поэтому мы закладываем где-то 3,7-4,2%. В зависимости от обстановки, которая будет развиваться. Ну а потом все же пандемия еще не закончилась, значит, карантинные дела все еще не совсем, так сказать, ушли куда-то в летопись. Поэтому будем посмотреть, как будет развиваться ситуация дальше. Как оказалось, такую нелегкую финансовую тему, как инфляция, можно объяснить такими вещами, как блины и путешествия. Просто о сложном рассказываем в программе «Личные финансы». Меня зовут Алена Стецук. До встречи в эфире Первого Ярославского.